Тренер Ольга Степанова привела своего сына в теннис, когда ему не исполнилось еще и двух лет. Тогда вместе со сверстниками маленький Коля делал первые шаги в большом спорте. Благодаря трудолюбию и усердной работе к 10 годам мальчик завоевал огромное количество наград и покорил десятки теннисных кортов. Мама Коли не только поддерживает своего ребенка на соревнованиях, но и занимается его подготовкой. Ольга Степанова очень гордится достижениями своего сына. В Белгородской области мы выигрывали по старшему возрасту, также он является третьим в России по своему возрасту. Входит в тридцатку по 13-летним детям, то есть если сейчас пересчитают к январю месяцу, то должны занять третью строчку. Будем надеяться, что мы ниже не уйдем. Хотелось бы. На городском турнире по большому теннису Коля Стрыгин занял первое место. После игры юный спортсмен рассказал, что победа далась легко. Несмотря на это, ему предстоит серьезно разобрать свои ошибки, чтобы развиваться и двигаться дальше. Я просто не понимал, как можно выиграть так легко первый сет, а второй сет просто так играть и проигрывать на своих ошибках. И у меня начинается вот это волнение, потому что я понимаю, что соперник опытный. Если я сейчас не выиграю эти два очка, то я могу потерять гейм, а потом уже и сет. По словам представителей городских властей, подобные соревнования укрепляют дух и способствуют становлению юных теннисистов. Спортсмены постоянно должны держать себя в тонусе и подтверждать свое профессиональное мастерство победами. Чем больше у нас соревнований, тем больше возможностей спортсмены проявить себя, доказать, что они лучшие, войти в состав сборной области и потом в России, выехать на международные соревнования и победить там. Поэтому любое соревнование делает достаточно весомный вклад в развитие нашего федерального проекта «Спортная жизнь», который является частью национального проекта «Демография». В городских соревнованиях по большому теннису участвовали более 30 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Лучшие спортсмены получили медали, кубки и почетные грамоты. В будущем самые талантливые и трудолюбивые теннисисты будут представлять интересы Самарской области на всероссийских и международных кортах. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.